Мод Майнкрафта То есть еще одна голова Как-то так он переводится Так, что же мы здесь можем увидеть? У нас здесь идут головы животных Овечки, свинки, всех видов коров Волка, всех видов лисиц Белого медведя, двух видов пан Дельфина, четырех видов хлам Тут вон идет и белая, и серая И какая-то пустынная, и коричневого цвета Также идут головы лошадей Кролик, что тебе от меня надо? Что тебе надо? Что ты так смотришь на меня? Иди отсюда Добавляются также головы лошадей Вот и белая, и коричневая такая бурая И черная лошадь Добавляются головы осла, мула И также костяной лошади И зомби лошади, которых вы не можете Встретить в игре Но это все тоже выглядит очень прикольно И, к сожалению, из всех этих голов Мы можем надеть с вами только головы панды Голову белого медведя Также голову свиньи и овечки Да, только пять голов, ребята Представляете, как грустно? Потому что, видимо, у остальных голов модельки Они не соответствуют голове игрока Не соответствуют модельке игрока Будем надеяться, что в обновлениях этого мода Разработчик добавит, чтобы можно было надевать другие головы Но давайте сейчас посмотрим, как это выглядит Голова панды у нас смотрится вот таким вот образом Очень прикольная Такая достаточно большая, непропорциональная Но она выглядит, как самая настоящая маска Также есть вот такая чуть более коричневая панда Для оценителей подобного Также идет голова у нас белого медведя Вот такая вот интересненькая голова Такая масочка Далее масочка свиньи Вот такая вот Мы сейчас похожи, ребята, с вами на того самого пигмана Удаленного моба из Майнкрафта Который должен был замещать деревенских жителей Которые сейчас у нас есть в игре И также вот голова овечки Жалко, что только овечки белого цвета Жалко, что ее нельзя покрасить Как настоящих овец можно красить Но выглядит все равно очень-очень классно Мне прям реально эти маски заходят Следующее, что мы посмотрим Это уже второй ряд масок Это у нас маски монстров А вот их уже практически все можно надеть Итак, идут у нас головы крипера и заряженного крипера Да-да Вот так вот она выглядит И она даже с анимацией у нас будет отображаться на голове Вот такая вот голова крипера По-моему, очень прикольно смотрится это Потому что в Майнкрафте не было ни одного еще элемента брони Который был бы вот так вот заанимирован С этим модом у нас как раз есть голова заанимированная Вот это вот крипера Также головы паучков Давайте сейчас возьмем мы только одно Тут у нас пещерного паука и обычного паука головы Мы возьмем сейчас пещерного Посмотрим вот такая вот простенькая И очень даже прикольная голова паука У нее, как вы видите, даже глаза такие яркие Как у настоящего паука Вероятно, светятся в темноте Что также очень прикольно Голова зомби также идет Ну, как с ванильной игры Тут некоторые головы с этим модом Пересекаются с головами с ванильной игры Но не будем на них тратить время Будем рассматривать только самое новое Голова утопленника Как вы видите, у нее имеется Такая 3D-шность небольшая То есть, например, вот здесь такая небольшая дырочка У него глаза также впадшие Как и рот и нос Вот так вот она у нас будет смотреться На голове очень прикольная масочка Утопленника вот такая вот Также голова, которая будет подходить У нас под стиль вообще окружения Которая у нас сейчас здесь Это голова Хаска Голова Кадавра так называемого Вот так вот выглядит прикольно Давайте посмотрим дальше У нас голова Стрея Она очень сочетается с тем модом Который я до этого обозревал Он у меня есть на канале Если вам интересно, можете посмотреть Мод Скелетон Экспэншн В нем как раз эта масочка бы Шикарно просто подошла К сету снаряжения Стрея Вот так вот она у нас выглядит Чувствуется такой холод во взгляде Какая-то пустота Смотрим дальше Что у нас тут есть Голова Зомби Пигмана Голова Блэйза Которая кстати имеет Когда мы ее ставим Вот такую вот анимацию Прикольно что от нее Идут частички дыма Вот так она прикольно смотрится Но голова Пигмана Довольно таки банально Но у нее тоже присутствует Эта 3Dшность Как и у головы Утопленника То есть чувствуется что Черепушка слегка меньше Чем та часть головы На которой находится у нас Кусочек вот этой вот Зомби кожи Очень тоже прикольно смотрится Голова Блэйза При надевании К сожалению не имеет Такого эффекта Таких частичек Искорок То есть я имею ввиду Дыма Вот такого вот Но она очень прикольно Будет смотреться С золотой броней Такая вот прям Посмотрите как она Подходит под золотую броню По цвету Это очень-очень Классно все Давайте сейчас посмотрим Следующие головы Вот такие вот у нас Идут головы Носатых Я их поставил дальше У нас идет Голова Голема Голова Вилладжера Странствующего торговца Зараженного Вилладжера Также голова Ведьмы Кстати Когда мы ее держим в руке Вот такая вот Гигантская шляпца Довольно-таки забавно И вот такие вот Головы Илладжеров То есть у нас Голова Энвокера Голова Виндикатора И голова Пилладжера Они отличаются У нас только цветом глаз Здесь как вы видите Ребята То есть Ну в принципе Различий практически В них и нет Ну вот так вот Они смотрятся Прикольно Достаточно иметь Такую голову Со слегка вытянутой формой Сейчас как у Вилладжера Благодаря этой маске Это очень все прикольно Голова Ведьмы Вообще вот такая вот большая У нее шляпа даже такая торчит Очень прикольно тоже смотрится И у этой головы Создатель мода Даже сделал Вот эту самую вот Бородавку на носу у Ведьмы Даже ее он сделал Поэтому Видно что разработчик Подошел прям хорошо К созданию мода С деталями То есть Мод качественный вышел Ну голова Зомби Вилладжера В принципе ничего особенного Он тоже прикольно смотрится Можно покосплеить Зомби Вилладжера Глава Странствующего торговца Которая кстати Благодаря своим красным Обмотком лица Если это так можно назвать Благодаря ним Она сочетается С моей одеждой сейчас Что тоже достаточно Прикольно выглядит Вот такая вот Голова Далее Следующая у нас идет Голова Обычного Вилладжера Достаточно прикольная Я думаю Многие люди нашли бы Применение Для каких-то Возможно Ролевых игр Возможно просто Для чего-то Чего они сами себе придумают И также Голова Железного Голема Вот такая вот Прикольная тоже По форме Как у обычных Жителей Вот так вот Она у нас выглядит Я считаю что это Очень крутые Просто головы Они очень круто Дополняют оригинальную игру И последние головы Которые мы с вами Ребята здесь Посмотрим Это у нас Голова Равейджера Голова Разрушителя Она в руке Достаточно гигантской Выглядит Когда мы держим ее От первого лица Но когда мы смотрим Со стороны Она вот такая вот Малюсенькая Достаточно Далее Голова у нас Эндермена Голова дракона В оригинальной игре Была ее Можно кстати Тоже надевать Несмотря на ее форму И вот такая вот Голова Это не чья иная голова Как голова снеговика Да-да ребята Если кто-то Не знал Снеговика Под вот такой вот Тыквой Скрывается Вот эта вот голова Вот это вот лицо То есть Фактически Можно было бы Использовать и тыкву Как маску снеговика Но нет Вот это вот Самая настоящая Маска снеговика Так давайте Сейчас мы наденем Голову разрушителя Вот такая вот Она гигантская Вообще даже не подходит Игроку на самом-то деле Но выглядит Все равно Очень прикольно Как какая-то маска Такая для костюма Голова Эндермена Тоже очень прикольно Выглядит У нее даже присутствует Легкая 3D-шность В области челюстей То есть У нас слегка Чувствуется Эта 3D-шность И посмотрите Как меняются его глаза Если мы смотрим В самый низ Взгляд такой Прям фиолетовый Получается А когда мы смотрим Вверх У нас глаза белые Прям ярко-ярко белые Это очень круто Все работает Мне очень нравится Эта маска Она действительно Интересно запрогана Даже Голова дракона Я думаю Многие ее видели В оригинальной игре Если кто-то не смотрел Вот так она выглядит У нее еще открывается Пасть во время бега Тоже прикольно Достаточно Это именно Во время спринта Хотя даже При обычной ходьбе Тоже Она у нас Открывает пасть И Напоследок Голова снеговика Простенько Очень странненько Но выглядит Вот таким вот образом Ребята Вот такая вот у нас Голова снеговика Но помимо голов Этот мод Также добавляет Еще одну вещичку Декоративную Сугубо декоративную Как в принципе Эти головы Значит У нас Добавляются Здесь Вот такие вот Постаменты Или же колонны Называйте это Как хотите Смотрите Работают Каким они образом То есть Мы ставим Один блок И можем его Вверх продлевать Вот до такой вот Колонны До такого Высокого постамента По горизонтали Они не сливаются По вертикали Они вот так вот Сливаются Вот так вот Они выглядят Также есть Не только из камня Из кирпича Я имею ввиду Не только из кирпича Есть еще из песчаника Вот с такими вот Трещинками сверху Очень прикольные С каким-то Небольшим узором Кварцевые есть Вот с таким вот Завихрением сверху Со спиралькой Вот такой вот Очень даже прикольные Самые настоящие Такие колонны Как древнегреческие Какие-то античные Или что-то такое Я думаю Строители найдут Точно применение Вот этому всему Призмариновые Вот такие вот колонны В стиле У нас Затопленного Вот этого данжа морского Вот так они выглядят Достаточно прикольненькие Но Конечно предыдущие Намного более стильные Как по мне Вот такие вот Стильные адские Посмотрите просто На них какие они прикольные С такими прожилками Лавы Очень круто смотрятся Мне особенно нравится Текстура их сверху Вот таких вот Кирпичей я думаю Что не хватает В оригинальной игре Они бы очень круто смотрелись У них чувствуется Жар даже Как будто они такие Нагретые Раскаленные кирпичи И последнее Это у нас Эндер колонны Пурпурные колонны В стиле Эндер города Который у нас встречается На островах В Эндермире Вот таким вот образом У нас ребята Выглядят эти колонны На них также Мы можем ставить головы К примеру Вот так вот На вот этот вот постамент Мы можем поставить Голову голема Или вот к этому постаменту Даже подойдет Голова утопленника Она будет под стиль Этого всего Ну давайте сюда еще Чтобы все было Вообще шикарно Поставим головы блейзов Типа почему бы нет И колонны у нас Эти крафтятся Следующим образом Сейчас быстренько Покажу вам еще Напоследок Их крафты То есть крафтятся они Из двух плит Из этого материала И резной Или же гладкой версии Вот этого вот блока То есть с кирпичами Это выглядит так Что две кирпичные плитки И резные каменные кирпичи С песчаником Точно так же Резной песчаник И две песчаниковые плиты С кварцем Абсолютно то же самое С призмарином У нас только нужен Здесь обычный блок Призмарина Никакой не резной И две плиты Призмарина С адскими колоннами Это выглядит так Две плитки Из Назерита И один блок Магмы В центре И пурпурная Крафтится из Обсидиана И двух Пурпурных плит Вот таким вот образом Все это у нас Ребята крафтится И в целом Мод на этом Себя исчерпывает Ребята я очень надеюсь Что вам понравился Этот мод Он действительно Хороший Он опять же Очень простой Как и многие моды Которые я обозреваю Но он очень Очень классный Он вписывается В оригинальную игру На все 200% Если вы еще не поставили Лайк этому видео Обязательно поставьте И подпишитесь на канал Ребята Ну а на этом все Всем спасибо за просмотр И всем пока